Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый город Зажигает огонь Добрый вечер А что это значит? Зажигает огонь 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 Добрый вечер Дорогие гости, пусть ваши близкие всегда будут здоровы, счастливы, а большие вечера всегда будут очень уютными и тёплыми в нашем чистопросимом городе Красноярске. Добрый город, добрый вечер, добрый город, родной Красноярске. Девочка дорогая, ну что, постаралась, постаралась, видишь, как ты поговорила там, всё чудненько, всё миленько. Но сама знаешь, чего не хватило? Слов. Слов не хватило, чтобы войти потом сразу же в пение. Нужно подгонять всё это туда, 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 чтобы... Ну, либо растягивай всё, но ты же слышишь фонограмму, ты же её чувствуешь, поэтому нужно всё это... Пусть будет, пусть будет всё хорошо в ваших семьях, пусть будет успех, пусть будет радость, пусть будет счастье. Давайте будем крепнуть духом, чтобы быть здоровыми, любимыми и любить, понимаешь, ты-ты, ты-ты, ты-ты-ты. Всё хорошо, в этом плане, ладно. Это твой... Как по интонации? По интонации. А по интонации у тебя, когда ты выходила в голову, она у тебя уплывала интонацией, потому что ты голову... Нет, 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 когда я говорила. А, говорила? Хорошо. А то я что-то, когда вот вчера записывала, слушаю. Ну ты... Нет, ты сейчас как бы вошла, ну, в настроение. Как бы тебе очень хотелось всё это, чтобы было всё хорошо, чтобы получилось, и у тебя получилось. Только что, ну, мы всегда говорим о том, чтобы вот этой паузы перед началом пении не должно быть, не должно быть. Поэтому и дома, и я тоже, если мне нужно положить какой-то текст на проигрыш, я дома пробую, и я как бы вот это... Вот это временное пространство, как бы я его заполняю, и оно у меня ложится. Но когда я выхожу на сцену уже, и когда я начинаю говорить, я могу по-другому сказать, но время я всё равно это ощущаю, я слышу фонограмму. Я её слышу, поэтому у меня дырки как бы вот не получаются. Я могу заехать, наоборот, вперёд, а потом, допустим, добрый город, а потом и повторяется добрый город, я могла бы первый добрый город ещё и заехать, а потом добрый город, я могла бы запеять там, могла бы и на два добрых города залезть, а потом родной Красноярск, понимаешь? То есть, ну, уже, как говорится, как бы получилось. Как бы получилось, так и получилось. То есть, ну, всегда то, что живёт, вот реально, вот здесь и сейчас, оно воспринимается искренне, потому что оно живое, оно не искусственное всё. А вот что касается интонаций в плане вокальных интонаций, то когда ты уходила в голову, у тебя не опирался совершенно звук, фразировка была разбита, как бы неудобная для... если там не присаживалась на гласных, а отсюда у тебя не поползла интонация. Что касается того, что начала, у тебя там добрый город зажигает огни, там перепутала слова, у тебя потом добрый город, а что это значит? Это ничего страшного. То есть, ты потом, ты понял, нет? Во втором куплете мы начинаем со слов добрый город. О, а я смотрела добрый вечер. Ну, как бы по логике добрый город, а что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Тут как бы... Тут добрый вечер. А что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Ну, то есть, можно, конечно, и так, но логичнее. Я не знаю, кто там и как, но думаю, все-таки добрый город, а что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирное небо над нами. И шумит на бульварах листва. Давай сейчас это место просто, чтобы ты сдвинула, сдвинула ритмически, там, над фразировкой поработала и оперла это место. Во втором куплете? Да, ну и в первом тоже там. В первом тоже было то же самое место, но мы над вторым куплетом поработаем. Вот заканчивается. Добрый город. Добрый город. Он же понимает, что теперь... Добрый город. Вот смотри. Добрый город. Добрый город. А что это значит? А? Можно и так. Значит, в городе дети не плачут. Значит, как угодно. Тут должна быть свобода. Я сейчас там внизу присела. Я там никуда не присаживалась, я бы не присела. Чего бы я сейчас присела? Добрый город. А что это значит? А что это значит? Нет, если добрый город. Можно петь. А что это значит? Можно петь. А что это значит? А что это значит? Ну, то есть, тут как уже в твоей душе? Вот как вот у тебя все? Ну, давай, пробуй. Добрый город. Добрый город. Добрый город. Зажигает. Добрый город. А что это значит? Значит, в городе дети не плачут. Значит, мирно и небо над нами. И шумит на бульвара Христова. Видишь, ты тут заглушаешь? И шумит на бульвара Христова. И я тоже, видишь, все. Каберзное такое место. И шумит на бульвара Христова. То есть, ты наверх, а все загружайся вниз. Сопротивляйся, иначе уползает нотка. Уползает она прямо. Давай еще раз. Так хорошо было. Ваши лук. Значит, мирно и небо над нами. И шумит на бульвара Христова. Он принес нам хорошие вести. Это из первых лет. Посмотрите. Он принес нам хорошие вести. Он принес нам хорошие... Это с первого куплена. Но здесь просто сейчас пофразируем. Он принес нам хорошие вести. А там... Что-то там, хотя и не молод. Добрый город... Нет. Христова шумит на бульварах Христова. Добрый город, хотя и не молод. Но душою он молод. Наш город... Он годами... Он годами... А, он годами. Он годами, хотя и не молод. Но душою он молод. Но душою он молод наш город. Букву Р давай здесь хорошую. Ну давай. Давай еще разочек с города. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Песня Субтитры создавал DimaTorzok Ты сейчас очень хорошо спела, была чище, но что-то сама не слышала? Нет, не грязь была. Ну она была чуть-чуть, ну и что, но ты еще не впелась, мы же мало работали над этой песней, она у нас как бы вот из речетативчика мы ее взяли, и она у нас для концертной деятельности для твоей, потому что ты будешь сейчас петь эту песню, вот 10-го поедешь. Ты можешь тоже ее спеть, мы можем предложить ее вообще для начала. Ну, кстати, да. Для начала, потому что несмотря на то, что ты будешь петь, это будет полдень, и как бы добрый вечер песня, но это все так как-то нужно предложить. Другое дело, что если там по регламенту очень большая программа, тебя наверняка поставят еще и в финале, то ты же, ну, что вы говорите? Мне... Уже сказали? Забыла Наталья... Татьяна Александровна. Татьяна Александровна написала, она сказала, я вот сама первая, и потом через 2-3 песни «Ветер перемен». А, ну хорошо, ну замечательно, замечательно. Ну, ты еще, это, она еще сыроватая как бы все, поэтому там ты уже уверена в тех песнях, ну и хорошо. Ты спрашиваешь, что случилось? Да и Россия вспомнила. А что, очень хорошо, главное, чтобы была неверная тональность. Тогда на концерте была неверная тональность, и все. Все, ты справишься, нужно просто чуть-чуть, нужно все удалять лишнее, понимаешь? Ну, кидаем, 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 кидаем. И потом вот все вот так вот и получилось. Тут я не знаю, это просто, и с флешки, и с моей, и с твоей, все скинули, он взял и включил то, что захотел сам. И все это, а у меня там Маша была, и ты была. Вот он и включил. Все равно, что ты же нашлась, ты же спела. Было неудобно, но ты же сработала. Давай еще разочек, второй куплет, лезь и до конца, и постарайся лечить этот, растяни его. Но ты можешь сделать в середине паузу, понимаешь? Это же не говорит о том, что ты должна так, ты можешь остановиться, сказать, а еще я хочу. Там ты, 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 ты. То есть можешь добавить. Ну это импровизация, конечно, это самая лучшая импровизация, это подготовленная импровизация. Здесь только не нужно это, ну, как бы, какие-то, ну, страх купирует сразу же. Поем второй куплет, давай. Добрый город, добрый город. Никакой поем. Зажигай, каки. Зажигай, каки. Добрый город. 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 ты можешь взять помедленный темп, но Blue Sky для тебя сложноватый, у тебя нет музыкальной школы, ты только начинаешь осваивать первый курс, здесь нужно очень легкие стандарты брать, ну и как бы до трех знаков желательно, чтобы тебе попроще, чтобы аппликатура, чтобы тебе было полезно. Ну да, там тональность очень сложная тебе сразу-то тоже, поэтому здесь... Я одна сдала из всех наших. Да ты что, одна сдала? Ну я тебе поздравляю. Ну давай теперь сыграй, я послушаю. Я кстати почему-то не уезжаю в ре и в до. Интонационно? Когда поешь? В до, завышаю. Ну не завышай. А ты что, наизусть играешь? Ну молодец. Сейчас можно я встаю участвовать? Можно, можно, можно. Кстати, я еще хотела спросить, вы получаете 10 минут, а потом играем C7, нужно было повторять или... Конечно нужно, а почему нет? Можешь повторять, можешь не повторять, то есть тут дело твое. Ну вот... Ну... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, давайте бросим бридж. Ага, так, сейчас, сейчас. Три, четыре, держим, два, три. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. На toughest Está, смотрите. Ага. У тебя что теперь? Раз и два, и раз и два, и три, и четыре, и раз и два, и тддддддддддддддддда. Та-раа-ра-рра. Та-ра. Да. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Сыграй в малее, в первой октаве, зато ты во второй октаву. Зачем тебе туда вообще? Как тебе там удобно все это? Не хочешь, чтобы это было совсем близенько, все рядышком. Только мне вроде так близко. Не, ну ты постаралась, ты молодец, ты же вообще не играла правой рукой, ты молодец. Я больше не запасываю. Мелодию сыграй, просто правую руку с мелодию сыграй. Правой рукой мелодию сыграй. Я тебе говорила, что удобнее играть, строить аккорд, когда у тебя вверху мелодия. То есть верхний звук в аккорде, он в мелодии. И вот когда у тебя... Не пыталась, ну вот так играть. Да не так, не так. Не так. Не так. Просто на будущее, у тебя же на лето будет новый стандарт, чтобы ты дома. Вот у тебя идет... Ты себе усложняешься. А если здесь в мелодии... Ну как бы, ничего не надо переучивать, просто ты на будущее. Ты на будущее просто так удобнее. Ты не согласна, что так удобнее? Ну согласна, я бы не успела так переучить. Ну да как, мы же с тобой сразу же, мы же с тобой говорили. Нет, я не знаю, я просто пока еще, правда, пока не очень, не очень. Потому что здесь написано. А что здесь написано? Ну, слушай, я тебя уже оставила. А, ты уже все оставила. Ну, в смысле, чтобы вот не бегать туда-сюда. Да. Да ты как раз бегаешь. Почему? У меня же вот все рядом находится. Ну, да как у тебя мелодия, смотри, у тебя мелодия идет в первой окталии, а ты играешь во второй. Я выбираю один. Ну как нет? А как от звучания? Даже если не в такой манере. Ты же поешь первой окталии. Да. И в малой. А играешь второй. В принципе, ну это не криминально, но удобнее просто. Я больше путаюсь и за базу. То есть если у меня отдельно сыграть в правом руке, я не буду так сам. Понимаешь, что у тебя же не было навыка, ты же не училась в музыкальной школе. Мне очень хочется, чтобы ты его сразу как бы зацепила, чтобы для тебя потом это было удобнее, ты привыкнешь потом и будешь получать от этого наслаждение. Потому что ты будешь играть не глядя вообще на клавиатуру. То есть все, я не смотрю на клавиатуру, но вообще ткань ее закрыть и играть, понимаешь? Ну потому что этот навык, он приобретается именно так. У меня мама, у меня мама же пианистка живет, величайшая пианистка. Как удобнее подбирать все это. Потому что не обязательно петь, можно же сыграть, но чтобы мелодия была. Если не петь. Если не петь. Вот я сыграла, понимаешь? И она учила подбирать, а этого не разрешали мне в школе. Строго было, поэтому двери закрывались, тихонечко. Поэтому все ее ученики, все подбирают, все играют, все... Ни нот не надо, ничего как бы. Потому что в принципе ты же будешь законы гармонии теоретические. Ты же будешь это знать и поэтому ты будешь легко работать. А вот игра, чтобы не в разброс это было по всей клавиатуре, лучше сконцентрироваться здесь. И октава, да, тут у тебя малая, большая, в большой октаве. И здесь ты в первой октаве и в малой октаве. Держать резинцем вот эти нотки, да? Клубинки, основные. Ну, мелодию. Все, мы с тобой начнем с блюза. Я тебе дам блюз, то есть чтобы ты формулу блюза выучила. В блюзе двенадцатитактовая форма в блюзе. И ты сможешь в любой потом тональности выучить формулу блюза. Да? Очень легкая, очень простая. Ты в любой тональности сможешь сыграть блюз по формуле. Двенадцатитактов. И поимпопизировать, и сочинить свою мелодию. Сочинить? То есть они не аккорды, а нельзя? Ну, одна и та же, да, формула. Формула одна и та же. В любой тональности не надо даже нам там… Я говорю, до трех знаков. До трех знаков. Чтобы ты… У тебя первый курс там ушел, пока без знаков сыграй. А потом там с одним знаком, потом там с двумя знаками, потом с тримя. Ну, чтобы ты могла ориентироваться потом. Транспонировать, играть в любой тональности. По большому счету, никто же не требует… Ты же не на фортепианном отделении учишься. Все это. Ну, элементарно, элементарно все, ты сыграешь. Ну, и нужно еще очень важно, чтобы ты это ритмично сыграла. Понимаете? Угу. Ритмично сыграла. Здравствуйте. Здрасьте. 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 У нас Юля сдала джаз на стандарт. Ну, как? Почему? Ну, хорошо. Не отлично, но хорошо. Я думала, это… Ну, в смысле, у Филатовой пианисты же тоже классику сдают и джаз. Юля, а по сарфеджио, почему вы играли в стандарт? Это у вас задание было такое? А вот, да-да-да, вот это нововведение я узнала. Нововведение, да? Прямо нововведение? У нас это на четвертом курсе только было в экзамене. То есть нам надо было играть по функциям и выучить просто и спеть. Да? Надо и твой джаз на стандарт. Буду сказать? Юленька, так а у нас… Мы же еще специально с тобой не сдали. А там, по-моему… А, вот сюда надо, да, записать? Да, да, да. Сейчас. А, кстати, здесь мы в прошлый раз забыли поставить… А, снова сценической речи. Угу. Сейчас поставим. Давайте, девушка, рассказывайте. Пятый билет. Пятый билет. Пятый билет.